...сводами Успенского собора при короновании. Русский царь отрекаться не может. Эти слова сказал в марте 1917-го военный атташе в Париже граф Алексей Игнатьев. Уже через несколько лет этого человека назовут Красным графом. Мать откажется от сына, белая эмиграция приговорит его к смерти. Убить Игнатьева согласится родной брат Павел. 225 миллионов с золотом. 2 миллиарда долларов в современном эквиваленте. Такая сумма в конце Первой мировой войны находилась на счетах российского военного ведомства во Франции. Распорядитель средств – военный атташе генерал Игнатьев. В те периоды, когда была Первая мировая война, на его счета перечислялись деньги, на которые он покупал там оружие для царской армии. Вот эти деньги были перечислены именно на его имя. После революции все средства Алексей Игнатьев переводит на личный счет. Царя нет, правительства нет, деньги принадлежат России. Игнатьев отдаст их законной власти, когда окончится смута. Все, что необходимо для того, чтобы это сделать – подпись графа. Игнатьев – один из самых знаменитых русских во Франции. И не только благодаря миллионам, которыми распоряжается как военный атташе. В 1918-м граф обвенчался с одной из первых русских красавиц в Париже. Балерина и певица Наталья Труханова в начале века выступала с Дягилевым, Шаляпиным, Рихардом Штраусом, Айсидорой Дункан. Труханова покорила французскую сцену. Ее хотят видеть во всех русских домах, на родине смута. Все больше русских аристократов, которые бегут из России, оседают во Франции. На каждом из вечеров, где выступает супруга Игнатьева, к нему подходят люди и убеждают, требуют, просят отдать средства на борьбу с большевиками. Его ответ всегда один – деньги принадлежат России. Он отказал всем, даже матери. После этого мать и сын перестают общаться. А мать полностью отказалась от него и так не признала его до конца. Она умерла в 94 года в Париже, и они не признали его, поскольку вся эмиграция считала его предателем. Предателем вот этого строя, который был до революции. Граф и его жена становятся изгоями. Уже в 1919-м Наталью Труханову не принимают ни в одном из парижских театров. Влиятельные русские эмигранты закрыли сцену для жены генерала Игнатьева. Певица продает парижскую квартиру, драгоценности, и вместе с мужем перебирается в пригород Сен-Жермен. Денег нет совсем, но Игнатьев к миллионам не притрагивается. Они очень нуждались в то время, потому что средств было у них мало, и они купили совсем небольшой какой-то домик, там был подвал, и они там выращивали шампиньоны, которые продавали. Я думаю, что Наталья Владимировна вполне могла их сама продавать. Она была необыкновенная женщина. Отчаянная. Так Игнатьевы прожили 7 лет. В 1924-м Франция устанавливает дипломатические отношения с Советским Союзом. В Париж прибывает полномочный представитель СССР Леонид Красин. Бывшему военному агенту во Франции Игнатьеву, в предвидении предстоящих переговоров с французским правительством по урегулированию финансовых вопросов, я считаю необходимым предложить вам поставить меня в курс тех русских денежных интересов, кои вы охраняли здесь по должности военного агента до дня признания Франции правительства СССР. Полномочный представитель СССР во Франции Красин. Я счел долгом принять ваше обращение ко мне от 15 января за приказ, так как с минуты признания Франции правительства СССР оно является для меня представителем интересов моей родины, кою я всегда защищал и готов защищать. Игнатьев. Алексей Игнатьев ставит свою подпись и передает советскому правительству царский миллион. С этого момента граф становится товарищем Игнатьева. Эмиграция не простит. Красный граф исключен из всех русских организаций во Франции. В русскоязычных газетах выходит воззвание, призывающее к суровому суду над отступником. Реакционные эмигрантские круги выносят Игнатьеву смертный приговор. Его согласился исполнить родной брат генерала Павел. Эту историю рассказал родственникам сам красный граф Алексей Игнатьев. От смерти его спасла случайность. В один из приездов моего папы, когда он пришел, Алексей Алексеевич ему показал эту куражку и рассказал, что вот мой родной брат показывает куражку, значит, вот видишь, вот это след этого выстрела. Вот так вот он отреагировал. Для них это была большая травма, для них всех. И, конечно, они считали, что Алексей Алексеевич предал их. Профессиональный разведчик Павел Алексеевич Игнатьев. По личному приказу Николая II с 1915 года занимался тщательным расследованием деятельности большевиков за границей. Первым достоверно установил факт прямой причастности германской разведки и ее агентуры к работе с Лениным. Советскую власть не принял. Умер в эмиграции в 1930-м. После покушения Алексей Игнатьев встречался с братом только один раз. Уже будучи при смерти, Павел захотел увидеть Алексея. Генерал никогда не говорил, о чем они беседовали, и простили ли друг друга. В последний путь Алексей Алексеевич брата не проводил. Семья Павла попросила не приходить на похороны. Сейчас мы сталкиваемся с ограниченными родственниками. Они очень отрицательно относятся к Алексею Алексеевичу до сих пор. Но все равно они считают его таким вот предателем. Получив советское гражданство, Алексей Игнатьев работает в торговом представительстве СССР во Франции. В 1937-м он и Наталья Труханова возвращаются в Россию. Союз Советских Социалистических Республик. Первое, что просит Игнатьев у советского руководства – пропуск на Первомайский парадок. «Не берусь судить, в силу каких причин русская земля мне всегда казалась легче французскому», – пишет Игнатьев. «Почему-то по ней легче было ходить, и как-то необычайно и легко дышалось в этот приезд в Москве. И встречные люди казались как-то по-новому любезными». Когда Игнатьева хвалили за то, что он вернул деньги советскому государству, генерал неизменно отвечал одно и то же. Это даже оскорбительно. Можно ли хвалить человека за то, что он не подлец? Игнатьева восстанавливают в дореволюционном звании генерал-майора. Затем повышают до генерал-лейтенанта. Красный граф вхож к Сталину, и именно он во время Великой Отечественной войны осмеливается посоветовать главнокомандующему вернуть знаки различия времен царского режима. В 1943-м советские офицеры надевают погоны. После этого Красную армию все чаще называют русской. Весной этого же года, в переломный момент Отечественной войны, руководство СССР приняло решение о переходе Красной армии к стратегической обороне. На столах руководителей генштаба лежала книга «Стратегия». Руководство войной было организовано так, как предлагал расстрелянный в 1938-м враг народа, бывший царский генерал, выдающийся советский военный теоретик Александр Андреевич Свитчин. Он был осужден как участник контрреволюционного заговора. Хотя врагом рабочей крестьянской власти Александр Свитчин не был. Против революции еще в 1918-м выступил его старший брат Михаил. Этот вопрос меня всегда очень интересовал. Почему один брат ушел в белую армию, а второй брат в красную? Этого человека зовут точно так же, как и его деда, Михаил Андреевич. Но более привычно для него, когда говорят на французский манер, Мишель. Он внук русского эмигранта, генерала царской и белой армии Михаила Свитчина. Его история – это история еще одной семьи, в которой родные братья воевали друг против друга. Михаил и Александр были настолько похожи, что их часто путали. Выходцы из генеральской семьи оба окончили кадетский корпус, военное училище и академию генерального штаба. Сделали блестящую офицерскую карьеру и к 1917 году стали генералами. В этом году братья виделись в последний раз в жизни. Михаил Андреевич уехал в Киев, который был занят немцами, чтобы забрать орудия, оставленные русской армией. Он должен был договориться с немцами и эти орудия вернуть белой армии для борьбы против красных. В это же время Александр Свитчин, после революции оставшейся с семьей в Петрограде, добровольно поступает на службу к большевикам. Брат моего дедушки, Александр Андреевич, решил пойти в Красную армию, когда в феврале 1918-го немецкая и польская армии приближались к российским границам. Это был прежде всего его патриотизм и любовь к России. Он пошел в Красную армию, чтобы защитить страну. Александр Андреевич не поддержал ни отречения царя, ни две российские революции. Но, как и многие убежденные монархисты, в начале 1918-го оказался в Красном лагере. Те, кому по душе была сильная царская власть, несмотря на генетическую ненависть ко всему рабоче-крестьянскому, поддержали диктатуру большевикам. «До марта я был настроен враждебно к советской власти, но германское наступление на Западе заставило меня сделать выбор, и я перешел на сторону советской власти», – написал Александр Свичин в своих воспоминаниях. У него были патриотические мотивы бороться против врагов России, но я убежден, что для него была очень сложная ситуация борьбы против белой армии. Ситуация была действительно трагичной. Весной 1918-го Красные перевели Академию генштаба в Казань. Ровно через полгода город был взят войсками генерала Капеля. Преподаватели и слушатели Академии в полном составе перешли к белым. Новую Академию рабоче-крестьянской Красной Армии большевики создают в Петрограде. В октябре 1918-го преподавателем военной истории туда приходит Александр Свичин. Он учит тонкостям военной науки красных командиров. За плечами у многих из них опыт боевых действий, но они почти не образованы. Один из слушателей первого набора, Василий Иванович Чапаев, до поступления в Академию закончил всего три класса церковно-приходской школы. При поступлении комдив держал экзамен перед комиссией из военспецов, бывших генералов царской армии. Один из них задал Чапаеву вопрос. Через какой город и в какой стране протекает река Сена? Не знаю, и такой реки не встречал. А в какое море впадает река Висла? Не знаю. В ответ Чапаев задал экзаменаторам вопрос. Скажите, где протекает река Соленка? И сразу продолжит, глядя на недоумевающих преподавателей. Река Соленка протекает около села Ивановки Николаевского уезда Самарской губернии. Она имеет очень важное стратегическое значение. Мы там бились с белоказаками и много потопили этих гадов в реке. В решении комиссии так и было записано. Принять, как имеющего революционно-боевой стаж. С профессором Свечиным, который не скрывал ни дворянского происхождения, ни офицерского прошлого, а народные восстания называл разбойными акциями и скопищем бандитов, Чапаев общего языка не нашел. К тому же наука комдиву давалась тяжело. Он рвался на фронт. Вот текст его рапорта в Реф-военсовет 4-й армии. Много уважаемый товарищ Линдов, прошу вас покорно отозвать меня в штаб 4-й армии на какую-нибудь должность, командиром или комиссаром в любой полк, так как преподавание в академии мне не приносит никакой пользы. Что преподают? Я это прошел на практике. Вы знаете, что я нуждаюсь в общеобразовательном цензе, который здесь я не получаю. И томиться понапрасну в стенах я не согласен. Это мне кажется тюрьмой. И прошу еще покорно не морить меня в такой неволе. Так будьте любезны, выведите меня из этих каменных стен. Уважающий вас Чапаев. 24 декабря 1918 года. После нескольких месяцев мучений Василий Иванович был отправлен на фронт. Командиры Чапаева отмечали, что после обучения в академии комдив стал более грамотным военачальником. Александр Свичин таких слушателей, как Чапаев, называл издевательством над академией. В это же время Михаилу Свичину поручают самые сложные дипломатические задачи для Белой Армии. В 1919 году Михаил Андреевич отправляется в Париж на мирную конференцию стран-победительниц в Первой мировой войне. Но делегацию ожидает неудача. Государства-союзники не хотят видеть ни белой, ни красной России. Часть делегации навсегда остается во Франции. Свичин возвращается в Россию. Вместе с Белой Армией он переживает все тяготы разгрома и поражений. И в марте 1920-го навсегда покидает Родину. Самое сильное воспоминание о дедушке, я могу вам сказать, это, конечно, его ностальгия по России. Это был самый трогательный момент. Первый раз, когда отец поехал в Россию, дед попросил привезти ему русской земли. Александр Свичин продолжил преподавание в военной академии. Он стал одним из самых крупных военных писателей за всю историю России. 20-е – годы титанического труда Свичина. Он торопился, словно чувствуя, что ему не дадут закончить работу. Главный труд – стратегия. 263 страницы ответов на все вопросы о руководстве страной и армией в период войны. Труда, подобного этому, военная наука не знала ни до, ни после Свичина. Мой папа и дедушка знали, что он исчез во время репрессий, но не знали, когда. Папа предполагал, что его дядя умер до начала Второй мировой войны, потому что иначе его бы призвали в армию. Сталин в начале войны призвал многих офицеров, даже из лагерей. Поэтому, если бы брат моего дедушки был жив, то он бы появился в начале войны. Поэтому папа всегда говорил, что он умер до начала Второй мировой. За Александром Андреевичем первый раз пришли в феврале 31-го. Он был обвинен по делу контрреволюционной монархической организации «Весна». Доказательства вины бывшего царского генерала, найденные в его квартире при обыске награда русской армии и фотографии расстрелянной большевиками царской семьи. На допросах Свичин признает, что служил большевикам исключительно из чувства долга к родине. Цена этого признания – пять лет лагерей. Впрочем, значение профессора Свичина для Красной армии было столь велико, что уже через год его освободили и вернули на прежнюю преподавательскую должность в военную академию. Но оказалось, что это только передышка. В 1938-м комдива Александра Свичина арестовывают как участника военно-фашистского заговора маршала Тухачевского. Жизнь 52-летнего Александра Андреевича Свичина оборвал выстрел из пистолета в затылок в подвале Лубянки 29 июля 1938 года. Его брат Михаил Андреевич умер в 1969 году во Франции, не дожив до 93 лет всего месяц. За всю свою долгую жизнь в эмиграции он так и не получил французского гражданства, навсегда оставшись гражданином России, страны, которой не было уже более чем полвека. Жизнь моего дедушки и моей бабушки за границей была очень сложной. Они оказались в Ницце совершенно без денег. Дед нашел работу бухгалтера, а бабушка, которая знала 4 языка, водила туристов по городу. Но с материальной точки зрения им было очень тяжело. Они жили очень скромно, занимали часть дома. Папа начал очень рано работать. С 14 лет он работал в кабинете архитектора и параллельно с этим учился. Сын генерала Свечина Андрей всю жизнь прожил в Ницце и стал одним из самых известных французских архитекторов. Он строил дома на Лазурном берегу. И то, что многие называют это место самым красивым на земле, во многом заслуга Андрея Михайловича Свечина, сына белых эмигрантов. Папа всегда очень много говорил о России и о ее истории. И как только смог первый раз выехать в Россию, сразу же воспользовался этой возможностью. В 1956-м он в первый раз приехал в Россию на конгресс архитекторов. Папа привил мне вкус к России, к русской литературе. К сожалению, я читаю на французском, но русскую литературу я очень люблю. Редкий случай для белой эмиграции. Генерал Свечин, который в гражданскую лишился родины, сделал все для того, чтобы новые поколения в его семье воспитывались патриотами не только старой России, но и ее преемниками – СССР. Дедушка был большим патриотом, и хотя, конечно, коммунизм он не принимал, не любил, но он всегда думал, что за коммунизмом сохраняется вечная Россия, русская душа. Отец всегда пытался объяснить политику СССР как русскую политику. Отец всегда пытался показать, что за занавесом, за железным занавесом, за идеологическим занавесом есть Россия. У меня французское гражданство, но у меня очень много русских чувств. Я очень много читаю и стараюсь понять русскую политику, культуру русских людей. Поэтому очень часто я принимаю точку зрения России, а не точку зрения Запада. Внук генерала Мишель Свечина живет в самом престижном районе Парижа, в 16-м округе. Через несколько кварталов – дом президента Саркози. Мсье Свечин – успешный финансист. Секрет жизненного успеха Михаил Андреевич видит в русской открытости, которую он никогда не смог бы получить, если бы его воспитали как француз. Мишель уверен, что жизнь Свечиных сложилась именно благодаря детям. 23 июня 1941 года, на второй день войны фашистской Германии против Советского Союза, бывший белый генерал, французский эмигрант Петр Махров пишет письмо советскому консулу. «Прошу отправить меня в Россию для зачисления в армию, хотя бы рядовым». Письмо осталось без ответа. Через месяц фашисты бросят Махрова в концлагерь за антинеменскую агитацию. Белый генерал призывал бывших русских офицеров воевать за красных и ни при каких обстоятельствах не служить немцам, потому что это измена родине. Герой русско-японской и Первый мировой генерал Петр Махров не принял войну гражданскую. Два года после революции он живет в Полтаве, где нет власти большевиков. Петр Семенович преподает в Кадетском училище. Зимой 1919 года к городу подходят красные. В списках офицеров, которых нужно мобилизовать, фамилии генерала Махрова. Узнав об этом, генерал сразу же вступает в армию барона Врангеля. Его родной брат Николай служит в Красной армии. Гражданская война сведет Махровых под Царицыным, по разные стороны линии фронта. Я рос, зная всю эту историю. Я знал, что в моей семье были, грубо говоря, два брата в Белой армии и фактически два брата в Красной армии. И это, конечно, трагедия. Это ситуация, при которой люди воли и обстоятельств оказались разделенными и вынужденными воевать друг с другом, попавшими в эту мясорубку. Особенность гражданской войны – свои воюют против своих и часто знают, что происходит у противника. Петр Махров встретился с военврачом, перебежчиком с красной стороны. Врач передал Махрову слова брата. Николай хочет воевать на стороне белых, но в Москве в заложниках у большевиков находится его жена и дочь, а вместе с ними – Надежда Махрова, родная сестра красного комдива и белого генерала. Ее муж, как и брат Николай, был офицером, мобилизованным в Красную армию. Да, мне моя бабушка рассказывала, что вот они с ее маленькой двоюродной сестрой и их мамой, жены двух царских офицеров, которые служили в Красной армии, жили в доме на Новинском бульваре. Где-то рядом находились люди, которые их охраняли. Заложники – один из действенных способов удержания бывших царских офицеров в рядах рабочей крестьянской Красной армии. Офицеры, семьи которых находились под пристальным наблюдением большевиков, не только отказывались от убеждений, но и ушли с оружием на родных по крови людей. Еще одна трагедия Николая Махрова. В 1919 году его дивизия сыграла решающую роль в разгроме белых войск на Кубани. В тех боях был тяжело ранен самый младший из трех братьев – белогвардейский полковник Василий Махров. Комдив Николай Махров выиграл гражданскую войну у своих братьев. Он тяжело переживал из-за раскола семьи и всю оставшуюся жизнь слал через Красный Крест письма в Тунис Василию и в Париж Петру. В 1935 году такую переписку запретили. А через год Николая не стало. Его младший брат Василий, потерявший здоровье в гражданскую, умер в 40-м. А Петр во Франции прожил до 88 лет. Эта война навсегда разъединила, но не рассорила семью. Братья не держали зла друг на друга. Генерал Петр Махров написал в своих воспоминаниях. Мы всем сердцем любили друг друга, но судьбой вынуждены были идти друг против друга, как враги. Он простил всех, с кем воевал, и уже в 20-е годы призвал эмиграцию к примирению с Советской Россией. Петр Семенович, оказавшись в эмиграции во Франции, в 20-е годы стал сменовеховцем. Знаете, что было такое движение в русской эмиграции, сменовех в период, когда был НЭП в Советской России, было в эмиграции движение за возможность сотрудничества с Советской Россией. Даже ездил по Франции с какими-то лекциями о Советской России Петр Семенович, который был последним начальником штаба генерала. В конце 30-х в Европе вовсю говорят о возможной войне между Германией и СССР. Петр Махров призывает офицерские круги во Франции создать русский эмигрантский батальон, который в случае войны должен будет воевать против нацистов. Многие воспринимают это предложение как личное оскорбление. Один из руководителей влиятельной эмигрантской организации Российский общевойсковой союз вызывает Петра Махрова на дуэль. До поединка дело не дошло, но генерал Махров навсегда стал врагом для тех, кто руководствовался девизом «Хоть с чертом, но против большевиков». 23 июня 1941 года бывший белый генерал, казачий атаман Петр Краснов распространяет воззвание. «Я прошу передать всем казакам, что эта война не против России, но против коммунистов, жидов и их приспешников, торгующих русской кровью. Да поможет Господь немецкому оружию и Гитлеру». Генерал Краснов в составе вермахта формирует казачьи части для борьбы с СССР. Эта война снова разделила русское общество. Обвиненного в антифашистской пропаганде Петра Махрова держали в алжирском лагере «Вернет». Через этот лагерь прошло много неблагонадежных русских эмигрантов, которые выступили против фашистов. Петра Махрова выпустили через 4 месяца. За него вступился французский генерал Ниссель, бывший глава французской военной миссии в России. Он хорошо знал Махрова со времен гражданской войны. Петр Семенович вернулся к семье. Всю оставшуюся жизнь он прожил в Ницце. Я просто с детства хорошо знала все фотографии. Всегда их любила рассматривать. Бабушка всегда говорила, вот это дядя Петя, дядя Вася. Дядю Васю все очень любили. Дядю Колю тоже все очень любили. Три брата было. Петр, Николай и Василий. Две сестры, Надежда и Мария. Их было пятеро братьев и сестер. Про то, где кто находился, как-то в детстве, это было неважно. Это была своя семья, выраженная в фотографиях. Молодая бабушка, молодой дедушка. А дядя Петя, что дядя Петя за границей, как-то это не... Ну, и на меня это проходило. В 1960 году раздался звонок в дверь новой московской квартиры на Ломоносовском проспекте, которую недавно получила семья Надежды Махровой. Я открываю, мне было 19 лет, в 1960 году, стоит очень милая дама, говорит, а здесь живет Надежда Семеновна Махрова. Я говорю, бабушка, там к тебе пришли. Так. Она говорит, здравствуйте, я жена Кирилла. Это вот было началом такого уже более глубокого знания и понимания, в общем, уже всей истории семьи. Если бы Кирилл Васильевич тут не работал в посольстве в Москве, мы бы, наверное, до 90-х годов бы не знали. Кирилл Махров в 60-х французский дипломат в Москве. Сын эмигранта Василия Махрова. Василий рано умер, и вместо отца Кириллу был дядя Петя. Кирилл передал сестре письмо от старого генерала. На нескольких страницах история сорокалетней разлуки. Чем я только не занимался. Два года работал как мужик в деревне, и, мое милое, ее превосходительство торговало продуктами нашего производства, как торговка на базаре. Надо было работать. У нас на руках была больная дочь. Несмотря на тяжелый и упорный труд, мы не преуспевали. Мы продали наше дело и уехали в Канн. Мария Андреевна начала шить. А я чем только не занимался. Торговал духами, был комиссионером, лечил кур и кроликов, работал сторожем у англичан, составлял гороскопы, давал уроки русского и французского языка, репетировал французских ребят по математике, физик, химии, служил в муниципалитете в роли инженера-химика и еще кое-какими мелочами. Порой было очень тяжело. В апреле 1918 года в известиях Кубанского совета казачьих рабочих и крестьянских депутатов, перешедшие на сторону большевиков, генерал-лейтенант русской армии Андрей Снесарев, читает заметку «сожжение трупа Корнилова». В Екатеринодаре красноармейцы и матросы раскопали могилу одного из основателей белой армии Лавра Корнилова. Они вытащили труп генерала, изувечили его и сожгли. Бывший верховный главнокомандующий Лавр Корнилов был не только давним другом Снесарева, но и крестным отцом его сыновей-близнецов Георгия и Александра. Заметка заканчивалась призывом к борьбе с контрреволюцией за торжество советской власти. Власти, службу которой выбрал генерал Снесарев. Во время службы в Туркестане дед был назначен командиром Памирского отряда. В это же время он знакомится с Ларом Георгиевичем Корниловым. Они были дружны. Корнилов был крестным отцом близнецов, родившихся в 1917 году. Моих дядей. За несколько месяцев до Октябрьской революции главнокомандующий русской армии Лавр Корнилов направляет телеграмму Александру Керенскому. Армия обезумевших темных людей, не огражденных властью от систематического разложения и развращенности, потерявших чувство человеческого достоинства, бежит. Меры правительственной кротости разлагают дисциплину. Они вызывают беспорядочную жестокость ничем не сдерживаемых масс. Смертная казнь спасет многие невинные жизни ценой гибели изменников, предателей и трусов. Корнилов предлагает план спасения России. Этим планом временное правительство пренебрегло. Главнокомандующий предпринимает еще одну попытку навести в стране порядок. Он убежден, остановить большевиков может только военная диктатура. Главком дает войскам приказ идти на Петроград. Корниловское выступление назовут последней возможностью предотвратить смуту. Россия этот шанс упустила. Корнилова обвинили в мятеже и попытке государственного переворота. Он провел несколько месяцев в тюрьме. После Октябрьской революции, переодевшись в старика, тайно прибыл на Дон, чтобы возглавить белую добровольческую армию. Я много раз сам задумывался на эту тему и задавался этим вопросом, что поставило по разные стороны баррикад деда и Корнилова. Несложно было делать какой-то выбор. Мне представляется, я себе просто пытаюсь воссоздать эту картину. Поэтому в известной мере, безусловно, я пытаюсь оправдать, наверное, для себя деда в своих собственных глазах, потому что белые движения мне больше симпатичны, надо сказать. А с другой стороны, это сейчас мы знаем, как все случилось, что произошло и так далее. Что было тогда, не знаю. Поэтому мои симпатии – это мои симпатии, а его выбор – это его выбор. Корнилов погиб в бою с большевиками 13 апреля 1918 года во время штурма Екатеринодара. Белые отступили. Тело убитого главнокомандующего добровольца отвезли за 40 верст от города в немецкую колонию Гначбау и тайно захоронили. На следующий день красноармейцы в поисках касс и драгоценностей, якобы зарытых кадетами, наткнулись на свежую могилу. В ней обнаружили труп в генеральской форме. Тело отвезли в Екатеринодар и в течение суток глумились над ним. Раздели, кололи штыками, рубили шашками, забрасывали камнями, волокли по улицам города, привязав к хвосту лошади. А после изувеченные до неузнаваемости останки отвезли на городские бойни, сожгли, а пепел развеяли по ветру. Через месяц друг Лавра Корнилова, Андрей Снесарев, был назначен командующим красными войсками на одном из самых сложных участков борьбы с Белой армией. Дед принял командование над Северо-Кавказским военным округом, тогда созданным. Убыл в Царицын, где и приступил к выполнению своих функций, обязанностей. Генерал Снесарев не похож на других царских офицеров, перешедших на сторону Красного. Он служит большевикам, не снимая генеральских погон. Камдив Буденный, который познакомился со Снесаревым под Царицыным, был немало удивлен тем, что генерал не сменил формы. Когда в Красной части назначали кого-то из бывших офицеров, многие сбегались смотреть, нет ли погон и лампасов. Часто дело доходило до расправы над золотопогонниками. Так красноармейцы называли бывших царских генералов. В воспоминаниях Семена Михайловича есть интересные строки, что когда он впервые увидел деда в Царицыне, тот был в царской военной форме с погонами, что вызывало некое недоумение и было вообще говоря небезопасным. И в ответ на вопросы звучал такой ответ, что погоны есть знак заслуг перед Отечеством, и меня никто не разжаловал. Буденный отнесся к генералу с уважением. Несмотря на большую разницу в возрасте, Снесарев был старше на 18 лет, у них с Камдивом завязываются приятельские отношения. Но так же быстро у генерала среди влиятельных большевиков появляются и враги. В Царицын прибывают Сталин и Ворошилов. Начинают они с арестов военспецов. Всех бывших офицеров обвиняют в заговоре. Сталин телеграфировал в Москву Ленину с просьбой убрать деда, отстранить его, аргументируя это тем, что военспецы, приглашенные дедом и участвовавшие в штабной работе, в руководстве, они контрреволюционны и надо предпринимать жесткие меры. Не дожидаясь ответа, насколько я понимаю, насколько я знаю, были меры приняты. И дед был арестован. Из-под ареста Снесарев был отозван в Москву. Других военспецов держали на барже посередине Волги в жутких условиях. Тех, кого объявили главными заговорщиками, расстреляли. Сталин сообщал в Москву Ленину, положительной стороной Царицынско-Гашунского фронта нужно признать полную ликвидацию отрядной неразберихи и своевременное удаление так называемых специалистов. При обороне Царицына мы потеряли 60 тысяч человек и без единого военного специалиста дрались героически и город не сдали. Ответ Ленина. Может быть, нам не пришлось бы отдавать эти 60 тысяч, если бы там были специалисты? После отъезда в Москву Снесарев преподает, пишет научные труды по военной теории, становится ректором Института Востоковения. В 1928 году ему присваивают одно из первых в СССР званий Герой Труда. Но Андрей Евгеньевич был недолго обласкан властью. Его судьба типична для многих царских генералов, поддержавших революцию. Дед был арестован в январе 30-го года. Первое дело, по которому он был привлечен – дело РНС, Русский национальный союз, иначе его называли Ренессанс. По этому делу он получил высшую меру. Находясь в тюрьме, был привлечен по делу Весна, известному. Поэтому по этому же делу получил высшую меру и спасло его от расстрела прямое вмешательство Сталина. Семья Снесарева совсем недавно узнала, что в 30-м, как и в 18-м, судьбой генерала распорядились Сталин и Ворошилов. Несколько лет назад в Нью-Йорке на аукционе Сотбис была продана записка Сталина, адресованная Ворошиловым. Клим. Думаю, что можно было бы заменить Снесареву высшую меру 10-ю годами. И Сталин. Снесарев отбывал срок на Соловках и в Сверлаге. 70-летнего профессора заставляли в мороз носить воду для бани. Снесарев перенес инсульт, заболел туберкулезом. Его освободили досрочно по состоянию здоровья. Отправили умирать домой. В 1937 году генерал скончался. Клеймо «Член семьи врага народа» с родных Снесарева сняли только в 1958. В этом же году родился и его внук Андрей Снесарев. Этот человек до сих пор пытается разобраться, почему его дед в 18-м согласился служить большевикам. Документы не дают ответа. Андрей Андреевич убежден, что решение было мучительным. И генерал всю жизнь сомневался в правильности выбора сохранившего для его семьи родину. Это сложно очень взвесить. С одной стороны, вполне конкретно осязаемая вещь – страдания семьи, лишения, в конце концов даже смерти. Вполне четкие, ясные и осязаемые понятия. А с другой стороны, ощущение Родины – вещь не вполне материальная. И я не берусь взвесить это. Это вопрос выбора. Это вопрос веры. Август 1919-го. В освобожденном от Красных Екатеринодаре готовится к торжественному перезахоронению Лавра Георгиевича Корнилова. На похороны приезжают его вдова и сын. Но тело в могиле не находят. Особая комиссия проводит расследование и раскрывает страшную правду о злодеяниях, сотворенных красноармейцами. У Лавра Корнилова нет могилы. У его потомков нет Родины. Утрата России для них до сих пор самая большая боль. Родившиеся в эмиграции люди так и не смогли научиться перестать быть русскими. Я никогда не освоилась во Франции. Я всегда слыхала рассказы бабушки, рассказы ее сестры, рассказы двоюродного дедушки. И я никогда не чувствовала себя француженкой. Всегда меня тянуло. Меня тянуло в Россию. Меня тянуло на эти просторы, которых я никогда и не знала. Но Россия всегда оставалась Россией. Даже если у власти были наши враги или бывшие враги, все равно это оставалось наше. Это наша история, и мы никогда от этого не отрекались. Елизавета Шапрон-Дюларе, преподаватель русского языка. Для нее это не способ заработать деньги. Это ее миссия. Сохранение языка. Сохранение России. Она живет в Париже вместе с сыном Лавром Лавровичем. Которого, как и отца, назвали в честь прадеда, генерала Корнилова. Елизавета Георгиевна воспитывает сына одна. Муж умер 10 лет назад. Больше всего мать хочет, чтобы сын и его дети остались русскими. Она очень боится того, что Лавр женится на французске. Огромное спасибо Франции. Но мы все же русские. Мы в нашей семье, у меня во всяком случае, никакой смеси другой крови нет. Только русская кровь. Папа и мама русские. Я замуж вышла за русского. У Лавруши тоже только русская кровь. Так что вот эта вот чистота крови, не знаю, можно так выразиться или нет, она для меня очень важна. Когда мать француженка или отец француз, следующее поколение, уже языка нет, как-то теряется. И даже некоторые знакомые вот у бабушки были, которые сказали, нет, довольно, мы на чемоданах сидеть не собираемся. Мы приехали во Францию, страницу мы эту поворачиваем, переворачиваем и остаемся жить. Вот во Франции кончено. Россия для нас это все. Внутром я чувствую себя русским, но тоже французским, потому что мне очень нравится Россия, мне тоже очень нравится Франция. Я не могу это, это разно, но я не могу это выделить. Мать раз в год отправляет Лавра Лавровича в Россию. Но такого же трепетного, как у нее, отношения к исторической родине у мальчика нет. И особой гордости от того, что он русский, Лавр не испытывает. Язык учат, но без особого рвения. Русский был моим первым языком. Я сперва говорил по-русски до того, чтобы по-французски говорить. Но потом, когда я ушел из русской школы, потому что у меня уроки были в том же самом моменте, ну, я начал побольше по-французски говорить, но я меньше и меньше хорошо говорил по-русски. Историей семьи правнук генерала Корнилова пока интересуется мало. Ну, здесь это фотография Корнилова, здесь фотография отца, здесь коллекция. Вот, и там есть еще ниже. Это меня интересует, но у меня нет всегда много времени, чтобы об этом говорить. Есть сознание, что надо передать это зацам или другим историкам. Это, ну, историю, потому что это кусок истории, которые, может быть, еще немного об этом знают. Лавр Корнилов сражался с большевиками за единую и неделимую Россию. Большевики ненавидели его настолько, что даже уничтожили труп, вырытый из могилы. Его друг, выдающийся востоковед Андрей Снесарев, стал одним из первых в СССР героев труда и умер в забвении, как враг народа. Александр Свичин, главный стратег советской военной науки, расстрелян в 1938-м. Его брат Михаил Свичин, так и не получив французского гражданства, умер в эмиграции, навсегда оставшись гражданином старой России. Белый генерал Петр Махров в Великую Отечественную, находясь во Франции, вел свою войну с фашистами. Был брошен в концлагерь. Красный граф Алексей Игнатьев сохранил в веренной ему царской России миллионы для новой советской власти и навсегда лишился семьи. Наши современники, до сих пор разделенные гражданской войной, по-разному относятся к этим людям. Для кого-то они предатели, для кого-то герои. Их трагедия в том, что каждый отдал жизнь ради своей России. России, которая была и остается одна. Редактор субтитров А.Семкин